Дорогие гости Представители дипломатических миссий, господа чрезвычайные полномочные послы, я хочу сказать, что только от посольств у нас присутствует более 50 посольств различных стран мира, и я хочу их особым образом, чтобы мы их поприветствовали. АПЛОДИСМЕНТЫ Рекордное количество стран, 147 стран представлены в этом году в нашем университете, и, конечно же, выдающиеся вклады, о которых вы слышали, последние слова в фильме избавляют меня от необходимости делать какой-то перед вами отчет, сообщение, говорить долго об университете. Но я хочу подчеркнуть, что вот за этими очень замечательными показателями университета четвертое, шестое места среди примерно тысячи вузов Российской Федерации, третье место после МГУ Санкт-Петербургского университета среди всех университетов Российской Федерации, высокие места, седьмое место среди всех стран СНГ, Балтии, России включая. За этим стоит, конечно, колоссальный труд наших профессоров, преподавателей. За этим стоит огромный труд наших руководителей разного уровня, от заведующего кафедры до членов вектората университета. За этим стоит, конечно, труд, как мы видели с вами, наших лучших студентов, отличников, которых мы стараемся поддерживать. Вы видели традицию, которая идет десятилетиями, 38-й слет отличников, о котором говорилось в фильме, 38 лет подряд. Уже дети этих отличников, как отличники, получают здесь эти награды. И в частности, вот эта студентка, которая выиграла из примерно 35 круглых, подчеркиваю, круглых, десятисеместровых отличников, это ребята, которые за 10 семестрах не имели ни одной четверки. И они разыгрывали автомобиль, она была единственная представительница с аграрного факультета, отличница, и она вытащила этот автомобиль. Это тоже, кстати говоря, дочка одного из выпускников нашего университета. То есть университет продолжает свои традиции. И, конечно же, вклад во все это значительный вносит, а мы уверены, что еще и будут вносить, выпускники нашего университета. Даже по показателям, потому что, вообще говоря, мои коллеги хорошо знают, в понятии рейтинг высшего учебного заведения включаются два показателя. Помимо науки, помимо образовательного процесса, помимо интернационализации, есть еще два критерия. Это академическое признание в академическом сообществе данного конкретного университета, как его знают в мире и опрашивают академическое сообщество многих университетов мира. И еще один показатель – это репутация данного конкретного какого-то университета среди работодателей. И вот здесь, конечно, выпускники нашего университета играют и могут сыграть еще большую роль. И по традиции мы сегодня, поскольку это праздник университета, по традиции мы, конечно же, приглашаем в большей мере на этот праздник наших выпускников из разных стран мира. И слушаем их, и представляем им слово. И я сейчас попрошу выступить на нашем традиционном вечере одного из таких выпускников, известнейших выпускников в России. Но теперь он известен и в мире, потому что он уже много лет, я даже не знаю сколько, он, наверное, сам скажет, уже более 15 лет является то, что называется президентом парламента города Москвы. Это выпускник университета 1983 года факультета экономики и права, доктор политических наук и заведующий кафедрой нашего университета Платонов Владимир Михайлович, председатель Московской городской думы. Я это сразу уточню, 19 с половиной, и я доктор юридических наук. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот в этой аудитории после этого прекрасного фильма можно просто сказать ура и вот больше уже ничего не говорить. Но не могу молчать. У одного убеленного седины ветерана спросили, какие лучшие годы в вашей жизни. Он задумался и говорит, ну, пожалуй, годы войны. А что, жили хорошо? Да нет, говорит, были молодые. И вот в лучшие годы, молодые годы, я был студентом университета дружбы народов имени Патрии Солумба. Забывается со временем сессии, экзамены, бессонные ночи, непростые будни, потому что к 25 августа надо обязательно было сдать ремонт подфака и ремонт столовой. Вот, и многое-многое другие тягости. А остается только полученное образование, гордость, тот и выпускник университета дружбы народов. Я хочу сказать огромное спасибо моим преподавателям и всем преподавателям, которые более юные, студентам, которые сейчас продолжают крепить славу родного российского университета дружбы народов. Я все-таки им подвесил моба. Вот, и благодаря всем совместным усилиям выпускников и преподавателям, студентов, я честно скажу, Москва балованная на высшее образование, но университет российского университета дружбы народов это один из лучших университетов города Москвы. И не из-за того, что я выпускник, а из-за того, что это правда. Поздравляю! Спасибо, Владимир Михайлович. И я представляю еще, теперь уже не выпускника, а выпускницу нашего университета. Очень приятно, что это выпускник физмата. И мы сегодня, когда говорили о том, что... И вы видите, кто получал сегодня эту газету. В газете есть фотографии этой выпускницы физмата с президентом Российской Федерации. При вручении грамот верительных президенту Российской Федерации. Она выпускница физмата. Челечайные полномочные посолы. Мы действительно сегодня обсуждали, что среди выпускников университета есть целый ряд челечайных полномочных послов. Причем не только по образованию, которое получали, наверное, специальное политологическое, или образование в области международных отношений. У нас, мы сегодня вспоминали, в юбилейном фильме была выпускница наша, посол Республики Венесуэла в Сирии. И она действительно там сделала большую работу. Одня из крупнейших стран мира, где действительно очень высокие должности российских послов, посол Российской Федерации в Испании, занимает Корчагин Юрий Петрович, выпускник, историк и теологического факультета. Это сейчас он является чрезвычайным полномочным послом Российской Федерации в Испании. И, наконец, я хочу представить вам нашу, даже трудно говорить, гостью, потому что она выпускница факультета физико-математических и естественных наук 1995 года, чрезвычайный полномочный посол Республики Руанда в Российской Федерации, Жанна Дарк Моджабамарея. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер. Добрый вечер. Позволить от всей души поприветствовать господина вектора Российского университета дружбы народов, коллектив университета, преподавателей, студентов и шеф собравшихся в этом зале, в этот торжественный вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В мире есть университет, имеющий дорогую историю. Но вот уже более пор века нет равный уникальному университету дружбы народов, основанному 5 февраля 60-му году в Москве. Каковы цели высшего образования? Весь образование учить, думать, а также готовить студентов, рожданин той или иной страны, к последующему применению, получению знаний для построения лучшего мира. Так вот уже более пор века университет дружбы народов дает возможность студентам из более 140 стран мира получить без цены знания, помогающие выпускникам принимать участие в развитии своих стран. И что еще более значимо, университет помогает осознать, как важно быть ответственным гражданин своего государства. Поздравить людей сегодня мне особенно приятно, потому что в этом университете я провела лучшие годы своей жизни. С 90-ти до 27-ти лет, то есть с 91-го года до 98-го года, позволить поделиться с вами некоторыми воспоминаниями о том времени. Подготовительный факультет я закончила в 90-м году в МАДИ. Еще до моего приезда в РУДН меня удивил тот факт, что жить я буду в общей жизни, в которой сидят только девушки. В этом я слышала, что в России, что девушки живут отдельно только в монастыре. Но когда я оказалась в РУДН, то ближайшие 7 лет моей жизни стал неразрывно связанным с 11-м роком самого лучшего и весорого женского общежития. С тех пор до 98-го года, до 98-го года, 24 часа, 7 дней в неделю, 12 месяцев в год, не имея возможности часто навещать маму в РУДН, я проводила в стенах университета дружбы народов, обучаясь на физико-математическом факультете. Тогда я поняла, что нахожусь в серьезном учебном заведении. Поэтому все свое время я уделяла учебному процессу, не отвлекаясь на развлечения. Однако я очень любила Дни культуры РУДН, во время которой мы, у английских студентов, также представляли свою страну. За год учебы было прежито много. Тяжелый подъем ранним утром, чтобы во время доехать до Донской улицы, не забываем поезд на метро, очередь за мороком и хлебом в магазине, где продавцы пользовались очень интересными читами. Особенно же не забываем было то, что на нашем курсе проходили обучение студентов со всех континентов мира. А студентов из Руанди в то время в РУДН было 35 человек. Моим самым любимым предметом, который читал нам глубоко уважаемый мной профессор Виктор Дмитриевич Ягодовский, был строение вещества. При этом, по окончании лекции, по этому и другим предметам, каждый из студентов мог подойти к преподавателю на кафедру и задать любой вопрос по порученному материалу. И я восхищаюсь к нашим преподавателям, ведь они находили время для каждого из нас в любое время дня. Мне очень нравилось, как у нас проходили устный и письменный экзамен. Сложнее всего было для меня глубоко уважаемый мной профессор Радислав Ридефансович Шимурис, которого, к сожалению, уже нет с нами. А экзамены по технологическому химии мне даже пришлось сдавать дважды. И в итоге я попросила за него тройку, но заслужена. Но даже обратившись ко всему языкам мира, я не могу полностью выразить ту благодарность, что я испытываю к преподавателям, учившим меня, чтобы объяснить, насколько они важны в моей жизни. Так как учил меня быть не только усредователем, но также хорошим человеком и достойным гражданином, я та, кто я есть, благодаря Ним. Мне хотелось бы поделиться с вами еще одним моментом. Моя судьба сложилась так, что мне просто необходимо было приехать в Москву, в Руден, потому что именно здесь, в Руден, я встретила своего любимого человека. Именно в Москве я врубилась. АПЛОДИСМЕНТО Мой муж был студентом физико-математического факультета в Руден, учились на три года старше меня, а сейчас он является деканом физико-математического факультета Национального университета ОАНТО. У нас трое детей, и мне хотелось бы, чтобы у них была возможность учиться в Руден, особенно в том, каким он был в год моего студенчества. Я счастлива, что знакома с глубоко уважаемым мной ректором Российского университета Дружбинародов Владимиром Нихеровичем Филипповым, который сам был студентом у Руден, а в год моего обучения деканом физико-математического факультета и ректором. Наши профессиональные пути с уважением к Владимиром Нихеровичем оказались очень похожи. В то время, когда Владимир Нихерович был министром образования Российской Федерации, я была министром образования Республики Руанда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Примерно в то время, когда Владимир Нихерович вновь стал ректором в Рудене, я стала ректором Институт наук и технологии в УКГ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вся год я вернулась в Россию в качестве посля Республики Руанда. Главное то, что Владимир Нихерович никогда не забивал свои алмаматы. И, побывав в других постах, вернулись в Рудене. Чтобы сделать его таким, каким институт является сейчас. Чтобы свет от Рудене достигал всех угарков мира. Владимир Нихерович, вы являетесь примером для каждого. позволит выразить вам свое уважение за ту бесценную работу, которую вы делаете вместе с вашим коллегами. Гуанда гордится тем, что многие наши соотечественники, которые сегодня занимают народный высокий пост, поручили высшее образование именно в Рудее, в университете, которые всегда помогают африканскими странам. Но одновременно не может не печалить тот факт, что в настоящее время в Российском университете дружбы народов нет ни одного студента из Руанды. В то время, как Африка очень нуждается в квалифицированных кадрах. Сегодня люди не могут быть особенно помочь Руанде, активно развивающей стране, которая пережила тяжелое прошлое, но имеет достойное, настоящие и яркое будущее. Вот уже 15 лет Руанда характеризуется заметным экономическим прогрессом и продолжает развиваться. Руанда является первой страной в мире по числю женщин, занимающей важные государственные и другие руководящие посты. как в составе правительства в Руандии у нас 30% женщин. В парламенте Руандии у нас 64% женщин. Так же, согласно рейтингам 2014 года подготовительный журнал «Национальный географик» или британский туристический порт «The Rough Guide», Руанда находит в списке стран, который стоит обязательно посетить в 2014 году. В настоящем году исполняется 52 года независимость Руанды. В 2013 году исполнилось 50 лет дипломатическим отношениям между Россией и Руандой. В эти дни МДН отмечает свой день рождения. За год обучения в Университете Дружбы народов у Руандицы появили себя в качестве трудолюбивых студентов и демонстрировали высокие результаты. Поэтому я бы хотела отметить, что сегодня, как никогда, Руанды готовы предложить лучших студентов и нам нужна помощь. Помощь людям. В наши совместные силы сделать так, чтобы в РУДе общались как минимум 25 гуандийских студентов. То есть, хотя бы половина упоминания дат и вы вместе отправляли этот факт. В этом году Руанда отмечает 20 лет памяти геносида против Дуси. Прошедшие 20 лет были для нас годами реабилитации, возрождения и воссоединения. В знак данного события посольства Республики Руанда совместно с Институтом Африки Иран организуют публичную лекцию, цель которой рассказать нашим российским друзьям о том, с чего мы начали, куда мы пришли сейчас и где мы хотим быть в будущем. Я приглашаю всех желающих принять участие в данной лекции, которая состоится 12 февраля в 12.00 в Институт Африки. В завершении своего выступления я хотела бы обратиться к студентам Российского университета дружбы народов. Дорогие студенты, прошу вас ценить и уважать свои неповторимые преподаватели. Есть такая русская пословица «Ворков боятся врез не ходить». не боитесь учиться. Учитесь усердно, несмотря на желание работать с первого курса. Потому что именно усерденная учеба сегодня позволит вам добиться большого завтра. учитесь так, чтобы вам гордились родители, преподаватели и страны. Хороший студент Российского университета дружбы народов это тот молодой человек или молодая девушка, который осознал получение им возможностей и которые идут выше неба устремления к достижениям. Поэтому завершая свое выступление я хотела бы дать студентам домашнее задание. Подумать о том, что каждый из вас мог бы сделать, чтобы Руден всегда был великим университетом, великой России. Дорогие друзья, я от всей души приглашаю вас посетить Руанду, которая искренне дорожит сотрудничеством с Российским университетом дружбы народов, надеется на укрепление нашей связи и желает университету и его сотрудниками, преподавателям и студентам процветания и высоких достижений. Благодарю вас за внимание с днем рождения любви университетом и государственных людей. женщин университетом практически университетом университетом человек на разных формах обучения с учетом филиалов. Я хочу напомнить, что в 93-м году, когда я впервые стал ректором, в университете обучалось всего и российских иностранцев было 5600 человек, а сейчас 28 тысяч. И плюс 5000 сотрудников. И мы имеем возможность через министерство только 25 человек в год награждать грамотами и какими-то другими наградами Министерства образования и науки Российской Федерации только 25 человек в год. И вот значительная доля из них сегодня получат эти награды, наши высшие отраслевые награды Министерства образования и науки Российской Федерации. И решите мне вручить знак и сообщить о приказе о присвоении почетного звания почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации за заслуги в области образования. Этот почетный знак вручается выпускнику тоже физмата, ученому секретарю ученого совета университета, доктору физико-математических наук профессору Савчину Владимиру Михайловичу. АПЛОДИСМЕНТЫ ЕСЕЛА ЕСЕЛА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 специалистов, грамотой Министерства образования и науки награждается доктор экономических наук, заведующий кафедрой, причем заведующей кафедрой имени профессора Станиса Владимира Францевича, профессора Кономаренко Елена Васильевна. Также почетный грамотный Министерство образования и науки Российской Федерации награждается наш выпускник, в данном случае доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой инженерного факультета, ну, те, кто помнят, такие есть страшные кафедры и предметы, где сдают сопромат. Вот заведующий этой кафедры Сергей Николаевич Кривошенко. И я хочу сказать, что приказами, это отдельно пойдет в личные дела, приказами министра образования и науки Российской Федерации объявлены благодарности нашим сотрудникам следующим. Это проректору по кадровой и документационной деятельности, которая работает в университете более 30 лет, проректор университета Герасимовой Ирине Петровне. Поздравим ее, Ирина Петровна. Поздравим ее. И также благодарностью Министерства образования и науки Российской Федерации награждена заведующий кафедрой геоэкологии. И я думаю, что вы сразу тоже поймете, что это наш человек в нашем университете. И это доцент заведующей кафедры Станис Елена Владимировна. Где Елена здесь? Я не могу. Пока не вижу, да. Сейчас разрешите мне предоставить слово тоже одному из наших выдающихся выпускников, который много лет также приезжает к нам на эти праздники, из одной из наших очень близких, дружественных стран. Мы сейчас вот вспоминали сегодня, что с этой страной мы в разных союзах и в СНГ, и в экономическом союзе, и в Евразийском союзе, и в РАЗЭС, в Таможенном союзе и так далее, и так далее. Не говоря уже там про ОКДБ и другие разные союзы с этой страной. Но я хочу подчеркнуть, что этот выпускник в Республике Казахстан действительно был выдающимся нашим представителем, потому что он был целый ряд лет депутатом парламента Мажлиса Республики Казахстан, причем очень важным для Республики Комитете по экономической политике. Он является сейчас известным бизнесменом в Республике Казахстан. Два года назад он стал инициатором, и было создано большое общество, ассоциация выпускников РУДН, именно РУДН, в Республике Казахстан. На этой ассоциации, на ее открытии присутствовал наш выпускник, премьер-министр Республики Казахстан, господин Масимов, и я предоставляю слово доктору экономических наук, заведу... он не заведуще, как я в темноте, да? Нет, пока еще. В общем, я не подсказывал... Ибрагимов Сатэ Балде, наш выпускник факультета экономики и права 1973 года, между прочим, капитан команды по футболу университета. Сатэ, пожалуйста. Дорогие друзья, особенно дорогие мои преподаватели, потому что слово преподавателя, это слово святое. Ну, Владимир Михайлович сейчас очень многое сказал, в каких союзах мы состоим с Россией, может быть, дополнительные какие-то союзы появятся, наверное, мы тоже будем там полноправными членами. А сейчас я приезжаю в страну, в которую я вырос, в город, который я стал своей столицей, в город, который дал мне образование, город, который на сегодняшний день и сегодня я чувствую в нем как бы себя дома. Город, в котором я пять лет строил вместе со своим строительным отрядом, это здание. Город, в котором я начинал строить это здание с нуля. И в год окончания мы пускали в первую очередь где-то вот это здание, где мы сейчас с вами стоим. Поэтому этот город для меня святой, а университет еще больше, значит, для меня. Поэтому я сюда приезжаю, в каждую свою командировку, встречаюсь с моими друзьями. Вот я сейчас дниса некоторых не могу различить, но через час, наверное, мы поближе сойдемся, я обниму. Вот. Я просто хотел бы сказать, что я вырос в многонациональной стране, как Советский Союз, потом учился в многонациональном университете, как университет Патрис-Лумбы. Сейчас я живу в многонациональной стране, Казахстан, которая очень... занимает особое место среди стран постсоветского пространства, где равноправно живут все нации и национальностей. Экономика, которая постоянно растет, где нет никаких проблем в междунациональном отношении и так далее, где есть только развитие многих отраслей промышленности, и поэтому эта страна, которая называется Казахстан, вывела Экспо-2017 первая среди стран постсоветского пространства. Сейчас в этом нашем университете больше всех, мне подсказывает больше всех, китайская диаспора, но мы сейчас, значит, спорим с китайцем тоже, кого же больше здесь, казахстанских студентов или китайских. Поэтому это тоже один из показателей, взаимоотношения России и Казахстана. Казахстан занимает огонь с первых мест в мире по количеству студентов, обучающихся в передовых высших учебных заведениях мира. В Лондоне, в Америке, во Франции, в Швейцарии и так далее, и так далее. Поэтому мы на сегодняшний день имеем, видимо, вот наши экономические успехи именно связаны с тем, что вопросы решения кадров, вопроса решения будущего нашей молодежи, решения вот тех глобальных вопросов, которые стоят перед нами, это решается руками тех молодых ребят, которые учатся в передовых вузах мира. И особенно вот сидящие здесь молодые ребята с нашей республики, я сегодня с ними встречался, и я им сказал, что в будущей республике, в ваших руках, как вы здесь окончите, какое у вас будет образование, такое, что получите здесь знания, этим определяется, в общем-то, будущее любого государства. Пользуюсь вот такой возможностью, я всех представителей, здесь много представителей дипломатических служб, приглашаю всех на участие в экспо-2017, который будет в самой новой столице одного из новых государств Казахстана, в Астану. Значит, поэтому я думаю, что отдельно особое приглашение все будет, но вот все имели в виду, что уже, если сегодня вы заранее не подумаете о том, что как попасть потом тяжело будет. Я поэтому еще раз поздравляю наш университет, во главе которого стоит мое поколение людей. Я горжусь этими друзьями, ребятами, будем откровенны, что Владимир Михайловичем не только мы в футбол играли, мы в один день поступали, мы в один день заканчивали, и вот, и кандидатскую я защищал в моем университете, и докторскую я здесь в Москве защищал, поэтому это, этот город, это университет для меня святое, поэтому я горжусь, что я нахожусь на этой стене, обращаюсь к моим друзьям, к моим преподавателям, к молодому поколению, рассказываю о том, где я сейчас живу, в какой стране, какое будущее. Всех еще раз поздравляю с днем университета. Следующим, да, значит, мы, вот, ассоциация друзей, выпускников университета по треслу, мы утвердили премиальные для наших студентов, которые обучаются здесь, которые наты с математикой, я имею в виду слово 4, они не знают, знают только цифру 5, вот таким студентам, значит, мы юбилеем будем, значит, вот их поощрять премиальными. Сколько человек, зависит от того, сколько человек наты с математикой. Поэтому, значит, еще раз хочу вот ребятам пожелать, что вы вот с сегодняшнего дня, Владимир Михайлович, и до сегодня, до февреля следующего года, вот этот период, если они не будут получать слово 4, только выше, значит, все будут получать, значит, премиальные, которые мы там решим у себя. Я еще раз хочу, хочу пожелать всем присутствующим здесь здоровья, благополучия и пожелать поколению, которое стоит у власти, если так можно сказать, университета, сохранить наши традиции, сохранить наши обычаи, сохранить то, что святое в этом университете, и чтобы этот университет был одним из передовых, не только, вот, как там написано на первом этаже в СНГ, а был одним из передовых вузов планеты. Спасибо вам. Спасибо, Сатэ. И вот здесь мы с Владимиром Михайловичем Батоновым вспомнили, что действительно красивая столица современная Астана, столица республики Казахстан, это, кто, может быть, не знает, это ранее был город Ценинаград, это место, куда ездили строительные, студенческие отряды наши, это наши интернациональные студенческие отряды, там было очень много иностранных студентов в этих отрядах, и сейчас, когда приезжаешь в Астану, видишь последствия этой дружбы наших иностранных студентов, дружбы и любви, которая там была в нашей стройотряде. И я хотел бы сейчас предоставить слово еще одному выдающемуся выпускнику. Очень много выдающихся выпускников, каждый год они меняются, это очень хорошо здесь, и мы стараемся не затягивать нашу процедуру, потому что в 6 часов будет замечательный в режиме нон-стоп наш концерт на 1 час примерно. А сейчас я хочу предоставить слово тоже одному из наших выпускников, причем с удивительной тоже карьерой, судьбой, которая стала возможна благодаря потенциалу образования, полученному в университете, потому что в университете он не получал профессию профессионального дипломата, но он профессиональный дипломат, и более того, он был президентом дипломатической академии своей страны. И сейчас он занимает очень высокий пост, наверное, один из высочайших постов в любой стране мира, генеральный секретарь Конституционного суда и Орданского Хашимирского королевства Аль-Навейси Мустафа Мухаммад Абу-Цаак. Я обещаю вам, чтобы не было долго. Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые члены ученого совета, уважаемый господин посол Хашимиста Королевства Иордании, господин Зиядин Баджайев, мои друзья, мне выполнена высокая честь выступить сегодня в стенах родного университета. Это мне вызывает волнение и радость. Получив диплом нашего известного вуза, двадцать лет назад, я все эти годы ощущаю признательность большому, дружному, творическому коллективу за наук. в моем памяти навсегда сохранилось доброе воспоминание. Это воспоминание о моих профессорах, о моих преподавателях, о моих преподавателях, которые я сегодня в этом зале их видел. Господин Глебов, Мартининку, Абашидзе, и очень много друзей, которые я их видел. И мой друг, который мы вместе жили, Юрий Степанович, Сухоносик, который занимается очень большой пост сейчас в Министерстве иностранных дел в Министерстве иностранных дел. Хочу поблагодарить наш любимый университет за приглашение, за прекрасную организацию в лице ректора университета академик Владимир Михайлович. Использую этот случай. Хотим бы ввелить вам уважаемый академик от имени конституционного суда янтан, сиввил, браво суда, из-за хороус. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы знаете, сегодня впервые мы, может быть, затянули ряд лет, на несколько лет, могли бы это сделать и раньше, но вот пришла такая идея, и впервые у нас выступит сейчас еще один человек из президиума, которого здесь нет. Он находится за нескольких тысяч километров. И мы сейчас организуем видеосвязь. Видеосвязь с нашим выпускником, и не просто выпускником, он представитель, руководитель Россотрудничества, кстати, в Королевстве Биордании. Там находится ассоциация выпускников, университеты дружбы народов, как мы видим, и наш выпускник, руководитель представительства Россотрудничества в Королевстве Иордании, Зайчиков Вадим, и мы предоставляем им слово. Пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые руководства университета, дорогие преподаватели, студенты, выпускники. Рад приветствовать вас из Российского Центра Науки и Культуры в Омане. Для меня большая честь, что я могу сегодня участвовать в этом мероприятии, и что благодаря современным информационным технологиям могу поздравить с очередной годовщиной основания свой родной университет. От имени представительства Россотрудничества в Ордане примите самые искренние поздравления по случаю дня рождения Российского университета и дружбы народов. На протяжении всей своей истории РУДН был и остается ведущим вузом, определяющим высокий международный статус российского образования, крупнейшим научным центром, имеющим огромный творческий потенциал, сохраняющим и промножающим уникальные традиции отечественной науки и образования. Многие выпускники университета стали видными общественно-политическими деятелями, составляющими национальную элиту России и многих осранных государств. Трудно переоценить значительный вклад РУДН на развитие гуманитарного сотрудничества России с зарубежными странами, в том числе и с Орданией. За последние три года Иордания посетила более семи делегаций университета. Следует отдельно выделить визиты Керабаева Нора Сериковича, Дениса Сергеева Владимира Никифоровича, Гладуша Александра Дмитриевича. Активное сотрудничество с профилями факультета Иорданского университета развивает факультет гуманитарных и социальных наук. План в продвижении русского языка в Нью-Сфилологических факультет организовал совместно с нашим представительством, ведет семинар повышения квалификации русистов и аргументов. Новейшие учебно-методические пособия ИРКИ передала в дар аргументским русистам Балыхина Татьяна Михайловна. Представители медицинского факультета приняли участие в конференции русскоговорящих врачей Иордании. Активное сотрудничество осуществляет управление в работе с выпускниками. Юридическую поддержку оказывает управление международного протокола. Студенты консоция во время летней языковой школы в Иорданском университете показали, что школа арабистики РУДЭН стала одним из сильнейших в России. Совместно с экологическим факультетом идет подготовка проведения международного звукового стола, посвященного зеленому строительству. В этот замечательный день желаю всему большому коллективу университета здоровья, творческого вдохновения, новых научных побед и достижений, успехов, благородной миссии укрепления мира и взаимопонимания международным. Сейчас я хочу предоставить слово выпускникам РУДЭН, председателю клуба выпускников Ибн-Сина Салям-Бутваль и председателю общества дружбы Иордании России, доктору Иссер Табаху. Большое спасибо за внимание. Добрый вечер, Владимир Михайлович. Добрый вечер, дорогие друзья и коллеги. Для нас сегодня в Иордании и для выпускников РУДЭН радостный день сегодня. Более радует то, что мы можем вас видеть, благодаря этой связи. И вы можете видеть, что ваши друзья, ваши выпускники в Иордании и за ружьем тоже с вами отмечают, встречают и радуют в этом день. Очень рады, что наш родной университет вошел в число лучших 500 университетов мира в течение этого времени за очень короткие 54-53 года и вошел в такой рейтинг. Это прекрасный результат, который радует нас и это мы гордимся. Благодаря обучению РУДЭН многие из нас смогли осуществить, осуществовать свою мечту, занять достойное место в обществе и сделать немало полезного на благо укрепления дружественных связей между Иорданией и Россией. Между клубом выпускников Иордина и университетом дружбы народов сложились прочные, деловые и дружеские отношения. Регулярно проводятся встречи и взаимные визиты. Уровень уверен, что в будущем наши связи будут крепить, крепить и расширяться. Всегда будем рады встречать делегации и представителей нашего университета, любимого. Искренне поздравляю университета, поздравляю всех вас. И пусть всегда будет солнце днём, пусть всегда будет РУДЭН. Многоуважаемый Владимир Михайлович Филиппов, дорогие друзья профессора, преподаватели, работники и студенты университета дружбы народов РУДЭН, мне как самому старейшему выпускнику университета дружбы народов из Иордании. Для меня большая честь обратиться к вам в сегодняшний день, 54-й годовщине образования нашего дорогого и любимого университета, который нам дал прекрасное образование, который мы пользовали и дали это образование нашему народу. Сотни ярданцев учились в университете дружбы народов. Среди них десятки, которые были направлены обществом дружбы Ярдания-Россия, которые, я имею большую честь, возглавить это общество, которым мы работаем, чтобы укрепить еще узи дружбы между нашим народом, между нашими государствами Ярдания и Россия. Еще до нас большая честь. Кроме образования, которое мы получили в России, мы владели великим, могущим русским языком, с которым уже многие ярданцы, тысячи ярданцев сейчас разговаривают на этом прекрасном, музыкальном, я бы сказал, и антиимпериалистическом языке. Мы постоянно следим за успехи нашего университета и его достижениями. Мы гордимся этим, и везде, особенно в среде работников ярданских университетов, где я пропадал почти четверть века, рассказываем их о нашем университете. Хотя сейчас в Ярдане существует 37 университетов, мы тогда приехали 53 года назад в Москву за учебой в университете дружбы народов, тогда не было в Ярдане ни одного университета. Дорогой товарищ Филиппов, позвольте мне предложить еще усилить связь нашего РУДИН с выпускниками университета и в Ярдане, и во всем мире, чтобы еще в следующем году успешно и как следует, и на самом высоком уровне отметили 55-ю годовщину нашего образования, нашего университета. Да здравствует Русский университет дружбы народов, и будет, и пусть успешно развиваться на благо мира и человечества. Спасибо великому русскому народу, спасибо РУДИН. Пока не уходите со связи, просто здесь возник вопрос в зале, некоторые говорят, наверное, это запись записали, и что вы там нереально сейчас сидите. У меня, для подтверждения, Вадим, вы это раскомандуете, попробуйте сейчас там сказать российскому университету дружбы народов ура! Пожалуйста, мы вас слушаем. Ура! Вот теперь вы для нас живете. Спасибо большое, что вы так хорошо организовали эту встречу, и передайте от нас, вот здесь в зале, тысячи человек в зале, примерно 100 стран мира передают всем нашим выпускникам самые добрые пожелания. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Игорь Михайлович, ждем вас в Германии, вы обещали, мы вас ждем, вы обещали. Спасибо. Вы знаете, дорогие коллеги, и вы там тоже послушаете, потому что вообще говоря, за этими информационными, новыми технологиями вот такого общения стоит большая опасность, что перестанут приезжать, а вот будут так вот смотреть. Но на эту тему есть даже история, когда, внедряя информационные технологии в учебный процесс, один преподаватель сказал, ну зачем я читаю лекции одно и то же каждый год? И он записал на монитофон свои лекции, пришел к студентам, включил монитофон и сказал, записывайте. И ушел. Но когда он пришел через полтора часа, в аудитории не было ни одного студента, а вокруг монитофона лежали диктофоны. Меня единственное, конечно, настраивает на то, что все равно приедут, потому что дистанционными технологиями у нас же еще и фуршет, и выпить надо. Поэтому я надеюсь, что все-таки зал будет полный и с годом год. И я тоже в завершении хочу сказать, выразить слова благодарности всем тем, особенно, кто приехал к нам издалека, и москвичам, которые работают в других местах, нашим выпускникам, которые пришли к нам на этот праздник. И действительно у нас год с вами особый, год подготовки к 55-летию университета дружбы народов. Я уже заранее настраиваю нас с вами на то, что вот ровно через год так получилось, что в субботу, 6 февраля 2015 года, в субботу в Государственном Кремлевском дворце на 5000 мест, все билеты уже выкуплены и находятся в сейфе в университете дружбы народов. И мы приступаем к подготовке нашего юбилея. Но очень важно, чтобы это был не только один день в Государственном Кремлевском дворце, замечательный, как обычно, вечер, но чтобы мы в течение рядом месяцев во многих странах мира тоже бы проводили с выпускниками мероприятия, посвященные 55-летию университета дружбы народов для пропаганды не только самого университета, но главное для пропаганды тех идей и принципов дружбы между народами, которые заложены в основе нашего университета. Мы отметили в этом году столетие со дня рождения нашего первого ректора Сергея Васильевича Румянцева. На следующий год летом у нас 90 лет со дня рождения нашего второго ректора Владимира Францевича Станиса. И я думаю, что у нас будет еще много замечательных событий, на которые мы вас всех приглашаем и ждем. С праздником вас! С днем рождения университета! И сейчас наш гимн. Гимн российского университета дружбы народов. Я думаю, что слова вы легко узнаете. Пожалуйста! Гимн российского университета дружбы народов. Гимн российского университета дружбы народов. И сейчас привет. Гимн российского университета дружбы народов. Гимн российских университет дружбы народов. И сейчас наш energy. Спасибо большое. И через несколько минут в этом зале в режиме нон-стоп наш замечательный концерт. И в 19 примерно часов мы пригласим вас на праздничный фуршет. На прием ректората университета. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok